10 вещей, о которых не рассказывает Киану Ривз Можно смело сказать, что Киану Ривз – любимец публики, известный своей добротой и щедростью, несмотря на свой звездный статус и многолетний опыт в киноиндустрии. Его скромность лишь добавляет актеру шарма и еще больше заставляет поклонников влюбляться в звезду. Но жизнь Ривза была полна потерь и множество преград, и это, как принято в Голливуде, привлекало большое внимание общественности. Неудивительно, что личная жизнь актера по большей части окутана тайной, и есть вещи, о которых он не хотел бы делиться с публикой. О чем-то он мог скользь упомянуть, а о некоторых вещах и вовсе думать не желает. Мы собрали для вас 10 фактов из жизни Киану, которые смогут приоткрыть завесу тайны его жизни. Киану не рассказывает о благотворительности. Ривз отложил съемки сиквелов «Матрицы», чтобы провести больше времени со своей сестрой Ким, которая на тот момент боролась с лейкемией, и дела у нее шли не очень хорошо. Больше 10 лет актер помогал и поддерживал сестру в борьбе с раком. К счастью, болезнь удалось победить и добиться ремиссии. В 2009 году в честь своей сестры он основал собственный фонд, который помогает нескольким детским больницам и финансирует исследования в области рака. Сам актер сказал в интервью, что не хочет связывать свое имя с фондом, он просто делает то, что должен. Когда его спросили об огромных суммах, которые он тратит на благотворительность, Ривз ответил «Деньги – это последнее, о чем я думаю. Того, что я заработал, мне хватило бы на следующие несколько столетий». Отец оставил их семью, когда Киану был ребенком. У отца Киану всегда были проблемы. Он ушел из семьи, когда мальчику было всего 3 года, и в 1992 году был арестован за продажу запрещенных веществ в аэропорту. В 2002 году актер рассказал о своем отце в интервью. «Последние каникулы, проведенные с отцом, были, когда мне было 13 лет. Помню, мы сидели на веранде и смотрели на темное небо. В тот вечер он почти ничего не говорил. На следующий день он отвез нас в аэропорт. Потом мы ничего не слышали от него 10 лет. Ни звонков, ни писем, ничего». Актер страдает от дислексии. Киану Ривз построил успешную карьеру в Голливуде, несмотря на дислексию, со временем преодолев сложности с чтением. Как и большинство детей с дислексией, Ривз часто становился объектом насмешек в школе. Сегодня Киану является источником вдохновения для людей с дислексией и даже дает советы детям, что почитать. Как-то в интервью он сказал, можно начать с графа Монте-Кристо, «Властелина колец», потом перейти к Уильяму Гибсону, а дальше к книге «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Киану не закончил школу. В подростковом возрасте Киану часто переезжал и менял школу. В конце концов, он ее совсем бросил. Будучи в Торонто, он учился в местной художественной школе, но его оттуда выгнали. Киану говорит, «Это была очень маленькая школа, и, наверное, я не вписался в нее. У меня были конфликты с учителями, мы с директором не находили общий язык. Я был одним из тех, кто задавал слишком много вопросов. Я не мог остановиться, даже если это приводило к неприятностям». Он так и не увидел своего ребенка. Киану никогда не любил афишировать свою личную жизнь. В 1999 году Киану был влюблен. Примерно через год отношений его девушка Дженнифер сообщила ему о том, что беременна, и они с нетерпением ждали пополнения в семье. Но в канун Рождества 1999 года произошла трагедия. На восьмом месяце беременности они потеряли еще не родившуюся дочь Аву. Не в силах справиться с горем от утраты, пара рассталась, при этом сохранив дружеские отношения. Однако на этом череда утрат не закончилась. Спустя два года после расставания его девушка погибла в автомобильной аварии. Киану крайне тяжело переживал эту потерю и окончательно замкнулся. Утраты преследовали Киану всю жизнь. Жизнь Киану была полна потерь. Его лучший друг умер от передозировки, сестра боролась с лейкемией, он потерял любимую девушку и ребенка. В одном интервью Киану сказал следующее. Горе меняет форму, но оно никогда не заканчивается. Люди заблуждаются, считая, что время лечит. Это неправда. После ухода любимых людей вы навсегда чувствуете себя одиноким. Все, что вы можете сделать, это надеяться, что горе трансформируется во что-то иное, и научиться прятаться от боли и смятения в грезы, где вы снова будете вместе. Только в них я нахожу утешение и счастье. Актер долгое время был одинок. Киану много лет ввел замкнутый образ жизни, о его личной жизни практически ничего не было известно. Многие считали, что из-за многочисленных потерь актер никогда не сможет завести семью. Когда в 2019 году на пресс-конференции его спросили о любви, Ривз ответил, что одинок, добавив, что если это произойдет, то он будет уважать и любить свою вторую половинку. Сейчас 56-летний актер встречается с 47-летней художницей Александрой Грант. Долгое время их связывала работа и дружба, а спустя много лет завязались романтические отношения. Он любит простую жизнь. Киану Ривз довольно приземленный человек, которому чуждо излишество. Несмотря на огромное состояние, он не выставляет его на показ, не летает на шикарных самолетах и не ездит на дорогих автомобилях. Он живет в обычной квартире и ездит на метро. Киану Ривз делится гонораром с работниками. Киану Ривз поделился большей частью своего гонорара, полученного за фильм «Матрица». Он посчитал, что команда визажистов и специалистов по спецэффектам заслуживает признания и вознаграждения за свой вклад в создание фильма наравне с актерами. Кроме того, Киану Ривз проявил щедрость и к каскадерам за преданность проекту, подарив каждому из них по мотоциклу Харли Дэвидсон. Позже Ривз пожертвовал большую часть своего гонорара, чтобы сняться вместе с Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола». Узнав о проблемах семьи одного из рабочих, занимавшихся декорациями, он дал ему щедрую премию на Рождество. Однажды Киану позавтракал с бездомным. Актер просто гулял и вдруг увидел бродягу. Он присел рядом, угостил мужчину сэндвичем и напитком и просто пару часов пообщался с ним. Говорят, что он часто помогает людям, но мало кто об этом знает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова